В самом конце 1960 года на папиным письменном столе появилась толстая тетрадь, первая из 11 толстых тетрадей, составивших рукопись его автобиографической книги. На первом листе название «Незаконно рожденный». Так папа предполагал назвать, если не всю книгу, то, по крайней мере, ее первую часть. И вверху страница пометка «Примерный план набросок». Скажу сразу, что книга была отдана в издательство уже когда папа не стало. Он успел написать только «Примерный план набросок» первой части, то есть рассказать о детстве и юности своего героя, в котором, конечно же, узнается он сам. Роман кончается 1918 годом, когда герой, солдат экспедиционного корпуса русской армии во Франции, после долгих мытарств возвращается в Россию. Дальше папа не успел написать, хотя, конечно же, собирался. Замечу, потому что мне это кажется очень важным, что в работе ему никто не помогал. У него не было ни так называемого лид-обработчика, ни лид-консультанта. И мы отдали в издательство именно рукопись, те 11 тетрадей, исписанных его ровным, изящным почерком, почти без помарок и исправлений. То, что сам он считал первым черновиком. В таком, в общем-то, незавершённом виде книга и была напечатана впервые в 1969 году, а вот в этом году вышло переиздание. В том, что папа считал сделанное первым черновиком, сказалась и естественная для него требовательность к себе и ответственное отношение ко всякому труду, на сей раз непривычному, литературному. Он считал, что только начинает осваивать ремесло, а захваченность работы говорила о призвании. Ведь впервые он взялся за перо ещё в юности. Двадцатилетний солдат, прошедший всю Первую мировую и волею судьбы, заброшенной на чужбину, он написал пьесу, пронизанную тоской по родине, горечью чужой войны и жаждой будущего. Рукопись её сохранилась, не чудом, а потому что папа хранил её, наверное, как память о несбывшемся призвании, а не только как память о юности. Сколько же дерзости было в той юношеской попытке написать драму, в одиночку научиться сочинительству. Пожалуй, не меньше, чем в решении, которое он принял 42 года спустя, писать роман, а не мемуары. От тех времён, от Первой мировой, у папы не осталось почти ничего. И это неудивительно, но через три войны, гражданскую, испанскую и Вторую мировую, он пронёс солдатскую книжку пулемётчика 256-го Елисаветградского полка, парадную фотографию с Георгиевским крестом, карманный французский письмовник, по которому учил французский язык, и вот эту пьесу. Пьеса, конечно же, неумелая, невыстроенная, но суть не в этом. Она и сейчас свидетельствует об авторе, о натуре сильной и одарённой, инстинктивно раздвигавшей рамки судьбы с самого детства. На роду ему, незаконнорожденному сыну горничной в графском имении, было написано батрачить, претерпеться к шепотку за спиной, сносить унижения в чужой семье, куда мать вышла замуж, но он, 11-летний, ушёл из дому навсегда. Первый бунт оказался поступком, и с этих пор не только обстоятельства диктовали судьбе, вмешалась своя воля. И начались скитания по чужим углам, нищенское полуголодное существование, чёрная работа. Но тем временем, ещё не сознавая цели, он строил себя, и потому упорно тянулся к знаниям и умениям, которые никак не должны были ему пригодиться. Зачем батраку с фольворка, арифметика и чистописание, мальчику на побегушках французский язык, а солдату при мудрости и изящной словесности? Наверное, была в том и доле честолюбия, обострённого унизительным положением незаконно рожденного, и память о раноиспытанном пренебрежении. Но даже если ими и был рождён первый импульс, не в них одних дело. Живой ум искал себе применение и требовал пищи, а упрямство и азарт помогали одолевать препятствия. В 16 лет жизнь отца круто переменилась. Потеряв работу, к которой не лежала душа, он убежал на фронт. Шёл 1914 год. Бегство на фронт разом разрешило все жизненные затруднения, но обязывало пройти весь воинский путь. Возвращаться с полдороги он не умел, а уходить уже научился. Бесповоротному человеку и самому не сладко, и с ним нелегко, но положиться на него можно. Эти слова отца, сказанные по случайному поводу, я запомнила, потому что угадала в них автобиографию. Вот так, бесповоротно, он стал военным человеком, а отвага, честолюбие, ум, привычка всякое дело доводить до блеска и, наконец, удача, не уберёгшая от пули, но спасшая от смерти, определили дальнейшее развитие событий. И всё же первые шаги дались труднее всего. Не потому ли, остро чувствуя значительность тех лет для становления личности, он и начал книгу с рассказа о детстве. И всё-таки, почему не мемуары, и почему не о главном, не о Второй мировой? Этими вопросами задавались все, знавшие, о чём пишет папа, хотя знали немногие. Он, человек вообще замкнутый, не делился замыслами, не спрашивал совета и не вдавался в объяснение. Если бы он дописал роман до конца, наверное, объяснил бы, почему ему естественнее было писать о себе, как о другом человеке. И книга о Второй мировой ещё бы была написана, если б только жизнь длилась. Однажды я всё же спросила папу, почему ты не пишешь о войне, мемуары, как все? Папа ответил кратко, здесь и без меня стараются. Уточню дату, это очень важно. Разговор происходил в 1961 году, и только что папа кончил читать объёмистые сочинения о Сталинградской битве, свидетельствующие прежде всего о силе авторского воображения. Это отмечено в папиных заметках на полях этой книги. А потом, помолчав, добавил, придёт время, напишу, а начинать надо сначала. И до этой войны была война, война и война. И тогда я поняла, что все эти войны – Первая мировая, гражданская, испанская, Великое Отечественное – были для него единой чередой испытаний, которые нужно превозмочь, исполняя долг и не поступаясь достоинством. Рассказ о детстве и юности оборван 1918 годом, возвращением на родину, где шла гражданская война. Так кончается первая часть, а всё остальное так и осталось замыслом. Но позапрошлым летом, готовя книгу к переизданию и пересматривая рукопись, я нашла в отдельной тетрадке ещё одну главу. По логике вещей – первую главу второй части, то есть самое начало повествования о гражданской войне. И глава эта оборвана буквально на полусловие, как детектив с продолжением, с той лишь разницей, что продолжения нет и уже не будет. Во Владивостоке доктор Дмитриевский занимал половину деревянного одноэтажного дома по улице Матросская тишина. Сравнительно недалеко от центра, если считать центром, гостиницу и ресторан «Золотой рок», где, не переставая, гремела бравурная музыка, шумели танцующие пары и рычали от удовольствия пьяные завсегдатые, наблюдая полуодетых женщин, изгибающихся в танце. Особый восторг выказывали пьяные японские офицеры, когда официанты на больших подносах, похожих на листья Виктории Реги, вносили обнаженных кокоток. По краям подносов колыхались голубые язычки, это горел спирт, освещая женские торсы. При появлении очередного подноса, метр Дотель называл предложенную ставку и выкрикивал, «Кто больше? Пятьдесят долларов! Раз! Два!» Пьяный голос перебивал его, «Пятьдесят два!» И торг продолжался до тех пор, пока кто-нибудь из господ офицеров-интервентов не называл недосягаемую для других сумму. Эти злачные места считались центром довольно большого портового города, бьющегося в судорогах под пятой оккупантов. Подполковник медицинской службы Дмитриевский, бравируя беленьким орденом на ярко-красной ленточке, иногда бывал в золотом роге для установления, как он говорил, необходимых связей. Однажды поздно ночью он вернулся в свой деревянный домик на матросской тишине пьяным и, бурча себе под нос ругательства, потребовал от Вани своего денщика, чтобы тот раздел его. Пришлось стянуть с него грязные сапоги, снять китель, брюки и уложить в постель. Последнее время Виктор Дмитриевский держал себя с Ванюшей начальственно. Казалось, он забыл, что их связывали добрые дружеские отношения. Другими их товарищами, жившими в одной из барж, стоявших на якоре в далеком углу порта на мысе Чуркина, Дмитриевский вообще откровенно пренебрегал. Ваня все чаще задумывался над тем, как бы поскорее распрощаться с Дмитриевским. Надо пробираться к партизанам или вглубь Сибири. Об этом он не раз говорил с Мишей Ликанином и Степаном Кондратовым. Какой-то шахтер предложил Мише связаться с партизанами, но сам показался Ликанину подозрительным, что если он не к партизанам их приведет, а к японцам. Ведет себя этот шахтер очень странно. Обещал доставить к партизанам, а даже имени своего не назвал. А вскоре и сам Миша Ликанин куда-то исчез. Где он и что с ним, ни Ванюша, ни Степана узнать не удалось, и они решили, что медлить с побегом больше нельзя. Стали добиваться у Дмитриевского пропуска на выезд в Верхнеудинск, а там уж Степан все хлопоты обещал взять на себя. На пропуске обязательно должны быть печати американская, японская и французская, иначе через заград отряды атамана Семенова не проскочить. Узнав об их решении, Дмитриевский попробовал уговорить Ванюшу остаться. Даже извинился перед ним за свое хамское обращение и предложил переждать смутные времена во Владивостоке. Он, Дмитриевский, займется частной практикой, а Ваня будет при нем фельдшером. «Я приехал в Россию драться», – твердо заявил Ванюша Дмитриевскому, «а не маскироваться в белом халате фельдшера и ждать у моря погоды. Единственная у меня к тебе просьба – достань нам с Кондратовым пропуск в Верхнеудинск». «Ну, ты все ж подумай над моим предложением». «Нет, Виктор, не уговаривай. Я при тебе отсиживаться не стану, а не уеду, сам себя возненавижу». «Нет, он не мог оставаться во Владивостоке, ходить по улицам, где в любую минуту японский патруль с притворной восточной любезностью проверяет твои документы, а затем с такой же учтивой улыбкой толкает тебя прикладом и гонит на виселицу. Впрочем, могут застрелить в упор и столкнуть в водосточную канаву. Нет сил больше терпеть унижения. Нельзя больше ждать». «Город кишит японскими войсками. Японцы – вот главная здешняя власть. Американцев и не увидишь, разве что у их штаба, который они охраняют. Но и встреча с американцами не сулит добра. И они безо всяких причин могут расстрелять человека. Французов почти не видно. Они охраняют свою резиденцию и ни во что не вмешиваются. Еще меньше русских – белогвардейские отряды, сосредоточенные в Никольск-Уссурийске, в Спаске, на больших станциях, откуда проводят карательные экспедиции. По всему Преамурию террор и произвол. Люди запуганы, молчат и таятся, но все же белогвардейцы и интервенты чувствуют себя в безопасности только вблизи от железной дороги, в сопках и в тайге партизаны. Вот бы пробраться к ним. Через несколько дней Дмитриевский принес Ванюше пропуск на проезд в Верхнеудинск. «Жаль, что уезжаешь», – сказал Виктор, и как-то зло посмотрел на Ванюшу. Ванюш насторожился и недоверчиво протянул руку за пропуском. «Бери, бери», – спокойно сказал Виктор. «Пропуск настоящий. Вот смотри, печати. Все три. И даже русская белогвардейская есть с двуглавым орлом. Вот и американская с одноглавым хищником. А вот эта печать», – он ткнул пальцем в японскую, «озаряет нас лаской восходящего солнца, а в придачу французская дамочка. Так что будьте спокойны, документы у вас настоящие, неподдельные. Только поскорее уматывайтесь, пока еще семеновцы пропускают». «Задерживаться не будем», – коротко ответил Ванюша и спрятал спасительный документ во внутренний карман телогрейки. Степану Кондратову удалось договориться с земляками, и они попали как раз на поезд Верхнеудинского формирования. Разместились друзья в почтовом вагоне и выдавали себя за сортировщиков. Без происшествия они доехали до Никольск-Уссурийска и Градекова. По всей китайско-восточной железной дороге заправляли японцы, и главную силу имела японская печать. Проехали Читу, и на сердце стало полегче. Здесь была ставка атамана Семенова, претендовавшего на власть в Сибири и считавшегося только с японцем. Вот, наконец, и Верхнеудинск. Прибыли. Степан Кондратов прям-таки преобразился. «Считай, паря, что мы дома, а там махнем на заимку, и, даст Бог, отсидимся». «Не для того я, Степан, приехал в Россию, чтобы на заимке отсиживаться. Во Франции, если на то пошло, куда удобнее было отсидеться». «Не по мне это», – твердо ответил Ваня. «Тихо, паря. Чего разошелся? Вещь тут дело какое. И Колчак тебе, и Семенов, и японцы всех придавили. Надо тебе смотреться. Ну и около семьи отойти. Да, признаться, по бабе истосковался. «Эх ты, Степан, а я-то думал, а ты вот чего. Значит, хотел отсидеться, осмотреться, около семьи пригреться». Ваня с укором глядел на Степана, и тому стал не по себе. А мысли его неслись в Кику, небольшой поселочек, где жили охотники да рыбаки. Там пять лет назад оставил он семью, двоих девчат-подростков и жену Марину. «Что ж ты, Степан, позабыл, зачем ехали? Не время о семье да о жене думать. Интервентов кто гнать будет? С белоказаками кто будет управляться?» Долго еще Ванюша убеждал Степана, но тот стоял на своем и сам старался переубедить Ванюшу. Они сидели на бревнах, сложенных у дома багажного раздатчика Павла Ивановича Махортова, Степанова родственника. Верхний Удинск, особенно здесь, на северной окраине, был похож на большое село. «Дело, Ванюш, такое, что разобраться надо, что к чему, а не лезть в воду, не зная брода, так-то паря!» проговорил раздумчиво Степан. «Мне, Степан, и теперь ясно, куда идти. Не к чему осматриваться. Ты мне к фронту добраться помоги, раз обещал, а сам как знаешь. Ну что ж, подмогнуть подмогну, слово сдержу. Но ты ж, парик, говорил, что как землю получишь, так хозяином отстанешь. А земли у нас бери, сколько хочешь, глазом не окинешь, сколько земли». «Погоди ты с землей, Степан, на фронт мне надо. Стыдно отсиживаться, не могу!» «Ну, твоя воля. Вот заявится хозяин из рейса. Он до Омска при багаже едет. Поговорим. Может, и возьмется, Павел Иванович, доставить тебя поближе к фронту. Он мужик хоть и тихий, но свой. Коль уж возьмется, сделает, да и не выдаст». В этот же день, ближе к ночи, вернулся хозяин. Невысокий, широкий в плечах, весь точно из гранита высечен. В правой руке сундучок, какой носят все железнодорожники. Кондратов поднялся ему навстречу. «Здорово, Павел Иванович!» «Неужто ты, Степа?» обрадовался Махортов и крепко обнял Степана, ткнувшись ему в щеку прокуренными рыжими усами. «Прям как леший с того света, жив, значит!» «Но молодец!» «Знакомься, Павел, мой товарищ тоже с того света, Иван Гринько». Ваня протянул Махортову руку и почувствовал, что она попала в тиски. До того могуч был Павел Иванович. «Будем знакомы», – проговорил он, и тиски разжались. «Здравствуйте! Рад познакомиться. Много наслышан о вас от Степана». Встреча старых друзей ознаменовалась добрым ужином. Степан выпил полстакана мутноватого самогона, а Павел Иванович одним духом осушил целый стакан, крякнул, понюхал кусок черного хлеба и положил его рядом со стаканом. Степан рассказал ему о Ваняном решении и попросил помочь переправить его. «Тяжелое дело», – ответил Махортов. «Так и лезут с проверками на каждой возловой, так что не могу, нельзя». И хмуро взглянул на Ваню, который не пришелся ему по душе. «Виданное ли дело, от самогона отказывается». Степан не отставал, просил, Христом Богом заклинал, а сам нет-нет, да и взглянет на Ваню. Вот ведь сам видишь, никак нельзя. Махнем лучше на кику, а? И все же, в конце концов, Павел Иванович пообещал поговорить с главным кондуктором. «Тобярыча даже в багажный заглядывает. Трудно будет провести», – покачал головой Павел Иванович. «А ты его помощником возьми», – вмешалась молодая жена Махортова, уже третья. Он дважды оставался вдовцом. «Не в бабье дело не лезь, Анна», – сердито отрубил Павел. «Уложи на палате гостей и пошли спать», – велел Махортов. Так ничем и кончился разговор. «Видишь, паря, как дела оборачиваются. Не берет тебя Павел. Придется на кику подаваться. Вот баба да девки обрадуется. Не берет, и ладно. Других буду искать. Не на нем одном свет клином сошелся, а на кику не поеду». На другой день пошли к главному кондуктору. Степан долго ему рассказывал о Ване, просил помочь. Своим упорством и готовностью идти на любую работу, на любые условия, лишь бы ехать, Ваня понравился главному, и он пообещал кое с кем поговорить. Шли томительные дни ожидания. Что не вечер Степан рассказывал про кику. Да чего речка хороша, хоть и не велика, и не глубока, а Хариус водится у достатки. В особенности у Хаима. Там кик поглыбже. А в горах зверя-то сколько. Белки так и сноют, а ежели повезет, то и на Соболя наскочишь. Кика. Поселок тихий, маленький. Избы стоят по обе стороны Гремячинского тракта. Так вот, у самого ручья и моя изба стоит. И банька у самой воды. Вот бы, Ваня, нам податься на кику. Ну, не ну совсем, хотя бы до весны. Я ж понимаю, ты в здешних местах после Франции не усидишь. Куда это в людные места подашься? Ну, по кеду-то остановился бы в наших краях. А ну, с весны легче будет пробраться в глыбь Сибири. Капля и камень точит, но Ваня на решение было бесповоротно. Как-то Павел Иванович вернулся домой позже обычного и сухо, глядя в землю, сказал Ванюше, собирайся, пари. Утром в четыре часа отправимся к поезду. Поедешь. А ты, Степа, можешь подаваться на кику. Больше ничего не добавил Павел Иванович и ушел на свою половину. Еще затемно привел Махортов Ваню к почтовому поезду и спрятал в багажный вагон. Сиди тихо, а на мостовой я тебя заберу к себе. И Павел Иванович запер вагон на замок. Ваня сидел тихо, старательно прислушиваясь ко всему, что творилось возле поезда. Ровно в семь утра поезд дернулся и пошел. Через полчаса Павел Иванович открыл багажный вагон и перевел Ваню к себе в тесное отделение с печуркой. Поезд прогремел по железнодорожному мосту через Селингу и покатился по левому берегу на Татаурово. Павел Иванович был на редкость неразговорчив. Сопел, курил толстые самокрутки и лишь изредка распоряжался. Прятаться будешь среди багажу на верхней полке в ящике, а то бывает пыряют штыком или клинком промеж багажных мест, а ящик все же защита. Хорошо, Павел Иванович, в ящике, так в ящике, тихо ответил Ваня. Весь день ехали вдоль Байкала. В Михалево Павел Иванович упрятал Ваню в ящик и предупредил. «Случись так, что закашляюсь и скажу, что, мол, простыл на сквозняке, так ты тогда ручку в потолке поверни, крыша откроется, вылазь на крышу, тихо переползай на другой конец вагона и открывай бак для воды. Там и спрячешься. Крышку закроешь, задвинешь ручку и сиди. В тот бак вода не наливается, там стенки двойные. Так вода только между стенками и попадает. плещется, чтоб сомнений не было. Все понял? Понял, Павел Иванович. Замотри мне, не гу-гу». Прибытие и стоянка в Иркутске обошлись благополучно. Пока жандармы осматривали багажный вагон, Павел Иванович не кашлял и на простуду не жаловался. Пришел он за Ванюшей только на станции Китой. Ванюша сильно продрог в ящике, может, от холода, а может, и от нервного напряжения и обрадовался возможности обогреться у хорошо натопленной печерки. Когда миновали Канск и Енисейский, перед станцией Клюквины Павел Иванович опять засадил Ваню в ящик, а в Красноярске по условному сигналу Ване пришлось выбраться на крышу вагона и переползти в бак для воды. Когда подъезжали к Новониколаевску, Павел Иванович сказал, что в ящик прятаться не надо, здесь все обойдется. И правда, багаж проверили без жандармов и контрразведчиков, только грузчики с тележками подъезжали к вагону, и Павел Иванович отпускал им багаж по квитанциям. Ваня в коморке подтапливал печурку. Когда поезд тронулся и загремел по железнодорожному мосту, Павел Иванович вынул из мешка большой белый хлеб и целый круг колбасы. Отрезал краюху хлеба, добрый кусок колбасы и подал Ване. На, закуси малость. Самогону дать? Не, Павел Иванович, за хлеб и колбасу спасибо, а самогона не надо. Навстречу шли поезда, набитые беглыми купцами, чиновниками и прочим богатым сбродом. Видно, дела у них на фронте плоховаты, вот и бегут. На восток, заключил Павел Иванович. Чем ближе к Омску, тем явственнее была суматоха. Становилось понятно, что сибирская столица скоро опустеет. За Иртыш поезда не пропускали. Через Иртыш со стороны Ишима и Петропавловска шли только воинские эшелоны с отступающими колчаковцами. Станция Омск была забита вагонами. Здесь зима уже вступила в свои права. Снег по колено, а то и выше. Мороз по сибирским привычкам мал, градусов 10, а по ночам до 15. Иртыш уже встал, но ледоколы ломали лед. Правитель Сибири думает здесь, на Иртыше, задержать отступающие белые армии, желая стабилизировать фронт по этому рубежу. Спешно формированы из новопризванных сибиряков полки с громким названием Молодцовские. Солдаты обмундированы в хорошей полушубке, обутые валенки, пимы, как их называют в Восточной Сибири. Им выдали высокие белые зайчьи попахи, но что-то ретивости в службе новобранцы проявляют мало. Не верят, видно, в колчака, не хотят воевать. Да и сам Колчак понимает, что только чудо может теперь остановить отступление, иначе не эвакуировалась бы сибирская столица на восток. По ночам под большой охраной в вагоны грузят золотой запас России, вывезенный в свое время на Урал, а затем в Омск. Станция Омск находилась в семи километрах от города, с которым ее соединяла ветка. Поезда по ветке ходили каждый час. Станция жила своей обособленной от города жизнью. Чувствовалось, что железнодорожники здесь сила. Рабочие даже не скрывали своего враждебного отношения к белогвардейцам, и это сходило железнодорожникам с рук. Репрессии к ним не применяли, ведь армия зависела от них. Не дадут паровозов и не выедешь. Павел Иванович из рук в руки передал Ваню местным железнодорожникам, Масаму катил обратно на восток. Сперва Ваня ночевал в депо, а потом один из ремонтных рабочих увел его к себе на жительство, на южную окраину пристанционного поселка. Чтобы попасть за линию фронта, надо перебраться через ртыш, на левую сторону, как тут говорили, но это почти невозможно. Эшелоны шли только с запада на восток, а если снаряжался рейс в Куломзино, то поезд сопровождала утроенная охрана, да еще перед самым мостом подсаживались офицеры для контроля. Если же поезд и шел дальше за Куломзино, то рядом с машинистом безотлучно стоял охранник, боялись, что машинист сбежит. Каждое утро ледокол ломал лед, а к вечеру уходил куда-то вниз по реке. На рассвете вновь появлялся и опять ломал лед. Правда, мороз снова схватывал большие куски льда некрепкими перемычками, и можно рискнуть перейти по льду на левую сторону, но и на этом трудности не кончились бы. Там стояли те самые молодцовские полки. Они должны были держать оборону Омска по Иртышу от Новотроицкого до Черемховского. Один из ремонтных рабочих взялся помочь Ване перебраться через Иртыш в районе Корбушей, там, где остров. Вышли с вечера, отсиделись в песчаных карьерах, выжидая, пока большие куски льда, разбитые ледоколом, схватятся морозом. С рассветом вышли на берег. Рабочий показал Ване дорогу, пожелал удачи и объяснил, как найти дом его родственника, рабочего балластного карьера. Он жил на северной окраине нижних Корбушей. Спросишь, Сидора, скажешь, Пантелей велел пригреть. Ваня, озираясь, вышел на лед и стал осторожно пробираться, намечая куски понадежней. Лед трещал под только-только застывшим перемычком. Куски уходили под воду, щели ширились. В каком-то азарте пан или пропал, Ваня прыгал с льдины на льдину, пока не выбрался на остров. Под ногами была земля, он перевел дух и вытер пот, застилавший глаза. С полкилометра шел Ваня по острову, и вот опять лед. Река здесь широкая, а противоположный берег такой далекий, обрывистый. Собравшись с духом, Ваня шагнул на льдину и в несколько прыжков преодолел довольно большое расстояние, но вдруг увидел промойну. Раздумывать было некогда. Льдина, на которой он стоял, уходила под воду. Ваня разбежался и прыгнул как можно дальше. Он упал на самый край льдины. Она едва не перевернулась, но Ваня изо всех сил налег грудью. Вода хлынула по льдине и выпрямила ее. Он встал и уже не разбирая дороги прыгнул на другую льдину, перескочил на следующую и еще и еще, пока не рухнул на берегу. Мокрая шинель, схваченная морозом, стояла колом и была тяжелая как свинец. Его трясло. Он побежал к ближайшему дому, стал стучать. В избу его еле впустили. Он спросил Сидора, но оказалось, что это не его дом. Здесь жила вдова с внучкой. По счастью, она знала того ремонтного рабочего Пантелея, что дал ему адрес Сидора, еще долго выспрашивала, как там, на той стороне, живется ее земляку. К утру Ваня и обсушился, и обогрелся. Поблагодарив вдову за приют, он направился в сторону верхних корбушей, а от них на запад. Вдалеке виднела железная дорога, по которой к востоку двигались поезда, а вдоль нее нескончаемой лентой тянулись обозы. Это отступали колчаковцы. Попади к ним в лапы и делу конец. Ваня решил ориентироваться по телеграфным столбам, что шли вдоль железнодорожного полотна, но держался в отдалении. Подходить близко было опасно. Одинокий путник, идущий на запад навстречу фронту, когда армия отступает, обязательно покажется подозрительным и выяснять не стану, кто такой. Возьмут на мушку, а там поминай, как звали. Окрестные селения словно вымерли. Люди попрятались, да и как не затаиться, тревожная пора. Кого белые взяли вместе с лошадьми для извоза по воинской повинности, кто сам угнал лошадей и скот на дальние заимки. Вышел Ваня от вдовы радостный, ведь главное препятствие преодолел и поначалу шел легко, хотя и вяз в снегу по колено. К ночи идти стало труднее. Не видно ориентира телеграфных столбов, а без них легко сбиться, да и не знаешь, что хуже, и заблудиться можно, и если к дороге выйдешь, на колчаковцев напороться, да и устал. Но Ваня помнил совет Пантелея, нельзя останавливаться. Как не замучился, иди, а присядешь отдохнуть, так обязательно потянет ко сну, так и замерзнешь, и сам не заметишь, как. Ему уже стало казаться, что он не идет, а просто барахтается в снегу. Вдруг стал светлее, показалась луна, и едва внятно замаячили телеграфные столбы, и в ту же секунду что-то метнулось в сторону, не то собака, не то волк. Этого еще не хватало, подумал Ванюша. Сколько мучился, что же волк загрызет, не дамся. И тут он рухнул в снег. Очнувшись, Ваня превозмог себя и все же поднялся, но и стоя словно провалился в сон. Луна ярко осветила местность. Были видны тонкая ниточка железной дороги и телеграфные столбы. К рассвету вдали замаячил какой-то населенный пункт. Ну, будь, что будет, решил Ванюша и направился к селу. И только на самое крайне засомневался, а стоит ли рисковать? Вдруг там колчаковцы, ведь наверняка спишут в расход. Он подошел ближе, нет, не похоже, что здесь колчаковцы, и постучался в крайнюю избу. Хозяйка приняла его неприветливо, он, ничего ей толком не объяснив, здесь же у дверей опустился на пол и заснул мертвым сном. Мамань, сказал девочка, видно, намаялся, эко его сразу в сон ударило, видать, не старый еще, а кто таков не поймешь. Мало ли, теперь еще мотается всякого народа, тут дочка надо ухо востро держать. Пока он спал, мать с дочкой решили, отойдет малость, покормим и пусть идет с Богом. Проснулся Ваня только к вечеру. Ну, что, паря, отошел? Тогда вставай, чаевничать будем. После чаю с забелкой и шаньгами Ваню опять потянуло в сон. Ну, гости, гости еще, раз так умаялся, сказал хозяйка и уложила Ванюшу на солому у лежанки. На рассвете, когда хозяйка поднялась к скоту, встал и Ванюша и, поблагодарив за гостеприимство, снаряженный хлебом и шаньгами, отправился дальше. И снова поначалу путь показался ему легким. Километров десять отшагал и не заметил, но постепенно стал уставать. Мороз крепчал, но и это уже не подгоняло. Когда путь короток, мороз бодрит, а если длинен, то лишь силы отнимает. Так шел Ванюша весь день. К полуночи появилась луна. Идти стало полегче, все же не так спотыкаешься, как в потьмах, но и сил поубавилось. Все тело наливалось свинцом, так и тянуло опуститься на снег. Но Ваня шел, хотя идти, не зная скоро ли конец пути, и дойдешь ли, вдвойне тяжелее. К рассвету он в конец измучился. Тихо, только провода гудят. Сколько он идет? Час, два? Под ногами конец утоптанная наезженная колея, а не рыхлый снег. Как было не рискнуть ради дороги? Но что это? Двое верховых его заметили, и вот уже пустили коней во весь опор, нагнали пешего. Стой, руки вверх! Никогда еще Ваня не исполнял такой команды. Не приходилось ему сдаваться. Как же быть? Руки вверх, а то стрелять буду! Прозвучал молодой властный голос, и затвор дослал патрон. Ваня как-то неловко поднял руки. Они не слушались, не поднимались. Кто такой? А сам ты кто? Пронеслась мысль у Ванюши, он не отвечал. Красный или белый, говори. Не красный и не белый, я из Франции иду. Откуда, откуда? Переспросил верховой и подъехал к Ване вплотную. Подъехал и второй. Давай, Афонька, обыскивай его, сказал он. Оружие есть? Нет. Ну, тогда и опускай руки. Афонька осмотрел его карманы и в ватной телогрейке в зашитом кармане обнаружил солдатскую книжку, продовольственный аттестат на французском языке, выданный в Марселе. Георгиевский крест, медаль и французский крест Круа де Герр. Ты что, офицер? Солдат. Врешь? Ты офицер, признавайся. Вот и крест с мечами. Разве нашему брату выдавали всяких там Владимиров? Да не Владимир это, а французский солдатский крест. Он у них с мечами. Врешь? Нечего нам заливать. По разговору слышно, что интеллигент офицер. Нечего с ним церемониться в расход его. Ну, что стоишь? Давай с дороги, чтобы не засорять путь всякой падалью. Второй верховой молчал и, отвернувшись, глядел куда-то в сторону. Видно, не хотел мешать Афоньке. Пусть доведет дело до конца сам. Ну, ну, пошевеливайся. Хоть в сторону встань, раз не хочешь перед смертью в снег лезть. И Афонька приготовился выстрелить в упор. Вся жизнь пронеслась перед Ванюшей и детство, и мать, и война, и Франция, и долгий такой трудный путь на родину. Неужели конец? И такая горечь поднялась в душе. На! Стреляй, мразь ты, проклятый, а не солдат! Ваня рванул телогрейку, открыл грудь и выругал своего противника, на чем свет стоит. Стой, Афонька! Властно крикнул второй всадник. А че тут? Еще матерится? Обозлился Афонька. То-то и оно, что матерится. Нет, не офицер он. Так что поведем. Да только намаемся. Коня же у него нет. Все равно поведем. пусть комбат разбирается. Да охота тебя возиться с каждым дерьмом! Все же огрызнулся напоследок Афонька. А может и дерьмо. Да и с самой Хранцией. Опять же при бумаге гербовой, да при печати очень уж редкостное дерьмо. И оба расхохотались. У Ванюши отлегло от сердца. Жив остался. Пока что жив. и попал к красным. Ну, давай, шагай, скомандовал Ваня второй верховой. И охота тебе, Сенька, возиться с ним. Афонька опять взялся за свое. Вот нагнали бы белых, захватили бы обоз, раздобыли бы чего-нибудь, а то вертайся к штабу ни с чем. Ничего, Афонь, еще зададим жару колчаковцам, и все будет у нас, добродушно ответил Сенька Силин, старший ординарец командира батальона. Он часто ходил с Афонькой в разведку. По сути дела, они двое и представляли теперь всю кавалерийскую силу батальона. Остальных конных разведчиков недавно забрали в объединенную разведкоманду. Ванюша шел посередине, Афонька слева, а Сенька справа от него. У Сеньки был карабин за плечами на ремне, а Афонька держал свой в правой руке в полной боевой готовности. Мало ли что. Морозная дымка густела, мороз крепчал. Ваня еще не привык к своему новому положению. Его вели как пленного, да он и был пленный. Афонька ворчал. Дался тебе этот хранцуз, черт его сподобил на нашу голову. Сенька все время заговаривал с Ваней, допытывался что да как. Похоже, он поверил, что Ваня и правда заявился из самой Франции. 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 Франции.